Batman Arkham City вышла в 2011 году спустя два года после оглушительного успеха Arkham Asylum. После выхода вторую часть серии тут же окрестили лучшей игрой про Бэтмена, лучшей игрой про супергероя и одной из лучших игр 2011 года. Многие журналисты и игроки находили Сити более цельной и качественной игрой, нежели Asylum. Так вот сегодня давайте разберем вторую игру от Rocksteady в серии про Бэтмена и посмотрим, лучше она Asylum или нет. Как оно часто бывает с любым сиквелом любой невероятно успешной игры, с продолжением разработчики решают не рисковать и просто делают игру по формуле больше всего того же самого. Arkham City исключением не стало. Rocksteady решили развивать Бэтмена вширь. Первое и самое главное отличие Arkham City от своей предшественницы это наличие открытого мира. И если вы смотрели мое видео по Arkham Asylum, то вы помните как много и как подробно я останавливался на идеальном темпе игры, который удалось сделать таким благодаря отсутствию открытого мира и тысячи дополнительных квестов в нем. Asylum была дистиллированной игрой, которая умела концентрировать внимание игрока на основном сюжете. Она была очищенной от различного рода примесей, отвлекающих от основного сюжета. Открытый мир, каким бы прекрасно сделанным он ни был, что случается крайне редко, всегда будет менять темп повествования в любой экшен игре, не являющейся RPG. В RPG-то обычно в открытом мире вся суть. Так вот если это не критично для экшена вроде GTA, где открытый мир и способы времяпрепровождения в нем часто намного интереснее основного сюжета, то для Бэтмена игры, в основе которой лежит именно сюжетная кампания, это серьезно. Бэтмен был игрой не про открытый мир, а про сюжет. Но сбавив обороты, заметим, что Сити вообще-то все еще осталась игрой про сюжет, в которой открытый мир это дополнение сюжета, а не сюжет дополнения открытого мира. Однако, рост сиквелов ширь привел к проблемам, которые не могли не появиться. Сбиванию темпа истории и концентрации игрока на нужных вещах. Но давайте обо всем по порядку. Arkham City стартует очень бодро и оригинально. Запуская игру про Бэтмена, игрок получает геймплей за женщину-кошку. Удивление гарантировано. Плюс это очень оригинальное начало. После вступления за кошку, в котором нас вдобавок знакомят с Двуликим, мы начинаем еще одну длинную ночь из жизни Бэтмена, прикованными к стулу в кабинете Хьюга Стрэнджа, и оттуда мы наблюдаем все от первого лица. Опять же, оригинальный и отличный режиссерский момент. Затем вспоминаем боевку за Брюса Уэйна, знакомимся с Пингвином. К слову, как и с Двуликим, опять же плюс в сторону Рокстеди, с персонажами мы знакомимся заранее, и они не появляются в сюжете из ниоткуда. Далее облачаемся в костюм Бэтмена, вызволяем кошку и идем на встречу с Джокером, после которой и стартует основной сюжет с истории про протокол 10 и болезнь Бэтмена. Говоря об истории, хочется сказать, что во второй раз Рокстеди удалось написать более занимательный сюжет, за которым интереснее следить. Как они смогли это сделать? Очень просто. Они поставили на кон истории жизнь Бэтмена. Оттого и следить за происходящим стало интереснее, ибо ставки выросли. К тому же, в этой истории появились моменты, удивляющие игрока и меняющий расклад событий в истории. В Arkham Asylum все было просто. Бэтмен против Джокера. Никаких тайн. Никто за кем не стоял. Тут же у нас есть заговоры. Тут у нас был злодей, который казался всем, а по итогу оказался марионеткой в руках другого. Тут у нас отлично поданная тайна с двумя Джокерами, которая, возможно, и не была особой тайной для фанатов серии. Однако для обычных игроков момент с Клейфейсом, думаю, был запоминающимся. История выросла и стала лучше. Что касается босс-битв, то они стали заметно зрелищнее и эффектнее визуально. Геймплейные же они весьма обычные. Просто повтори одни и те же действия их с количества раз. За исключением битвы с Мистером Фризом, который является просто одной из лучших босс-битв своего времени. От чего? Да от того, что в ней разработчики заставляют игрока, как и в любой хорошей и правильной босс-битве, показать то, чему он научился за прошлые часы игры, а именно испытывают стелс-умение игрока. Фриза можно атаковать одним и тем же приемом только один раз, от чего тактику надо постоянно менять и пробовать что-то новое, и от чего впоследствии сама битва играет разнообразными красками. Как и в Асайлум, вместе с развитием умений игрока меняются и умения врагов бетса. И вот тут я хочу сделать маленькое отступление. Друзья, прошу прощения за свои оговорки в ролике про Асайлум. В Асайлум не было врагов с щитами и врагов с очками ночного видения. Они появились в Сити. Видимо, писать несколько сценариев по играм одной серии параллельно не лучшая затея. Приводит к путанице в голове. Извиняюсь. Ну так вот, в бою громилы за Асайлум заменили на двух братьев Серпа и Молота. Типа врагов стало больше. Но, что самое главное, драться попросту стало несколько приятнее и интереснее. Казалось бы, Рокстеди даже и не прикасались к боевой системе и оставили все как есть, но дьявол кроется в мелочах. Переходы от одного противника к другому стали более плавными. Комбо реже сбиваются. Вызов и использование гаджетов стали более удобными. Иногда их применение даже бывает очень полезным. Например, выстрелить по громиле из электрической пушки, чтобы тот помог нам разобраться с врагами. Сцелс особых изменений не претерпел. Он, как и боевая система, стал более дружелюбен по отношению к игроку. Теперь, в случае обнаружения, мы можем кинуть дымовую гранату и взмыть вверх на безопасное место, не рискуя быть убитым с трех выстрелов. Появились враги с ночным видением, иногда на локациях создатели выпускают врагов с глушилкой, отключающей режим детектива. Гаджеты, как и раньше, в стелсе не особо используются. Все еще подкрасться и нажать одну кнопку – самый эффективный метод. Что касается гаджетов, то их опять же стало больше. Некоторые из них, вроде электрической пушки и ледяных гранатов, бывают невероятно полезны в бою. И что же мы, друзья, в итоге имеем? Как и раньше, разработчики меняют сложность игры под рост умений игрока. Они развивают противников Бэтмена вместе с тем, как развивается игрок. Они меняют внешний вид Бэтмена вместе с тем, как развивается история. Костюм рвется и повреждается, а сам Бэтмен бледнеет. Правда, было бы еще лучше, если бы болезнь, допустим, сказывалась на геймплее. Периодически Бэтмену бы становилось плохо, и он замирал на пару секунд. Меняется сам город, локации разрушаются, а бандиты обсуждают происходящие перемены в Аркхем Сити. Босс битвы стали ярче, геймплей приятнее, сюжет интереснее. И, казалось бы, вот она, идеальная игра про Бэтмена, которая попросту стала лучше в тех местах, в которых она и так уже была хороша в первой части. Но, друзья, мы забыли обсудить еще одну вещь, без которой Аркхем Сити, не Аркхем Сити. Мы забыли обсудить открытый мир. Теперь из-за того, что Бэтмену нужно действовать на большой территории, по сути в большом отдельном городском районе, уместить все события сюжета в пару зданий, расположенных рядом друг с другом, не получилось. Теперь разработчики заставляют игрока постоянно, извините, метаться из одной части города в другую. Рокстеди задали такой порядок миссии и так расположили места локаций, то фактически всегда мы не спокойно передвигаемся по городу дальше, а постоянно бегаем из одного конца карты в другой. Из-за башни посередине карты постоянно приходится делать огромный крюк, перемещаясь на миссии. Это жутко раздражает. Раздражение, в свою очередь, выдергивает из состояния потока, вследствие чего рушится погружение в мир игры. Сам же открытый мир абсолютно не интерактивен. Все, что ему позволено делать, решать загадки Ридлера и уничтожать воздушные шарики батарангам. Мир не интересен. Однако, вы справедливо можете заметить, но ведь есть дополнительные миссии. Ну, давайте посмотрим на них поближе. Телефонные звонки Виктора Засса. Просто метаешься 5-6 раз из одной части города в другую и нажимаешь одну кнопку. И ладно бы, это нужно было сделать один раз, ну ладно два, но вам предстоит выполнить это задание 6 раз. Квест с дэдшотом. Вы просто прилетаете на место убийства, а затем ищите жертву в огромном районе, повторить 3 раза и в конце получить драку с дэдшотом. Задание с хашем. Опять же, просто рыщем по всему городу в поиске жертв маньяка. Бэйн уничтожит 6 контейнеров, раскиданных по всему городу. Отличная техника копировать, вставить от разработчиков. Загадки Ридлера? Тут их 400 штук. На это хочется лишь ответить. Рокстеди, вы там обезумели? Чтобы встретиться с одним из самых знаменитых и интересных врагов Бэтмена, нам надо пройти через череду мучительного поиска и разгадывания загадок. Через череду посещений одних и тех же локаций, еще иногда из-за разных персонажей. Невероятно интересно. Азраэль пять раз появляется на крышах, говорит с Бэтменом и в конце исчезает. Единственные задания, которые заслуживают похвалы, это встреча с безумным шляпником и поиск жены Фриза. Первая сделана в лучших традициях миссии с пугалом, она хорошо срежиссирована и поставлена. А вторая попросту не заставляет игрока лихорадочно бегать по городу и весьма короткая по продолжительности. Остальные квесты это испытания полетов и различная помощь бойцам спецназа, а также защита политзаключенных. Из такого количества активностей хорошими можно назвать только две. Ну и скажите мне, а на кой черт тогда такие активности? Они сделали игру только хуже. Из-за них сбивается темп. Рушится цельность повествования. Когда у Бэтмена есть всего пара часов до остановки протокола 10, а сам он попутно умирает, погружение несколько рушится от моментов, когда он забивает на ограниченные временем сюжеты события и начинает летать из конца города в конец по разным делам. Сюжет противоречит заданиям в открытом мире. Можно ли было это исправить? Безусловно да, построив повествование таким образом, чтобы Бэтмен, узнавая об этих проблемах, откладывал их решение на потом, после выполнения основной задачи. Или, что лучше, если бы эти задания были попросту вплетены в основной сюжет, уменьшены, изменены, но вплетены в основную историю. Например, тот же момент с Безумным Шляпником. Он короткий, но очень яркий. Тоже можно было сделать и с Бэйном, Дэдшотом и Хашем. Коротко, но ярко. Пришлось бы переписать суть их лени, вырезаем же беготню и собирательство. Но было бы все лучше, чем то, что есть в игре. И вот что удивительно, фанатам эти задания понравятся. А почему нет? Они расширяют мир вселенной, они являются частью фан-сервиса. Фанату будет интересно пробираться через однообразие ради деталей мира. Я это знаю по себе, ведь на кой-то черт я прошел весь тот кошмар, что натворили инсомники в последнем Человеке-пауке в открытом мире. Да и проходил же я все эти квесты во всех играх про Бэтмена. Но для не фаната это обычное скучное однообразие, которое выбивает его из погружения в основную историю. Что касается основной истории, той самой, которую я хвалил пару минут назад, то вообще-то и тут есть что покритиковать. А именно нереализованные возможности. Двулики, которого активно использовали в пиар-компании, в игре появляется ровно два раза. В самом начале и в уже после финальном эпизоде за женщину-кошку. Наличие Хьюго Стрэнджа в игре не привело ни к чему, а ведь Хьюго, о чем к слову и говорится в первые же пять минут игры, знает личность Бэтмена. Но где в истории этому находится применение? А ведь это невероятный по своим возможностям сценарный момент, который можно было реализовать десятком разных крутых способов. На деле же его просто не тронули. Сюжет опять же концентрируется только на Бэтмене. Личности Брюса тут хоть и уделяется больше внимания за счет появления Талия Ольгу, но все равно Брюса сценаристы задевают только по касательной, делая упор на Бэтмена. История неплоха, даже хороша. Другое дело, что она могла быть лучше. И за счет нереализованных возможностей, и за счет решения проблемы с рушащимся темпом игры. Что касается технической части, то тут кроме похвалы сказать нечего. Внешне, как и должно, игра похорошела, локации Сити запоминающиеся, саундтрек, конечно, на вкус и цвет, но, как по мне, в Arkham City лучшая написанная для игры музыка из всей квадрологии. На мой взгляд, странно поступили с меню. Почему странно? Да потому что игра, ее промо-материалы и внешний вид изначально задавались черно-белыми тонами. Если меню получилось довольно красивым, то вот базу данных персонажей решили стилизовать под хай-Т. Мой взгляд, получилось очень дешево и неоригинально. Полностью проигрывает Asylum. Также хочется придраться к моментам, искусственно растягивающим геймплей. Например, уничтожению радиоточек пингвина. Уничтожь три экрана три раза. Мелочь, но неприятно. Ну и, думаю, все. Давайте подведем итоги. Batman Arkham City отличная игра про Бэтмена, которая улучшила все идеи Asylum, но споткнулась на ненужном для нее открытом мире. Пока что маленьком, пока что не так сильно раздражающим, но тем не менее таким, который мешает погружению в историю. Оттого Arkham City отличная, но не великолепная игра, коей была Asylum. Что же, ну а на этом все. Если вам понравилось данное видео, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите свое мнение в комментариях. Всем удачи и пока.